МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Екатерина Ким. Екатерина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Давайте вначале ясно осознаем, что такое опека и что такое попечительство. Опека и попечительство устанавливаются в отношении недееспособных граждан. Это как несовершеннолетние от 0 до 18 лет, так и граждане старше 18 лет, которые судом призваны недееспособными в силу имеющегося у них психического заболевания. Опека у нас устанавливается над детьми от 0 до 14 лет, попечительство от 14 до 18. Хотелось бы поговорить еще о тех, кто устанавливает эту опеку, то есть о людях, которые согласились стать замечающей семьей, попечителем. Много ли их у нас? И вообще, каковы масштабы работы с этой категорией людей? На сегодняшний день в области проживает около 1000 детей, относящихся к категории детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 244 ребенка – это воспитанники государственных учреждений, остальные – это воспитанники семейные, которые проживают в замещающих семьях. Мы этот процесс стимулируем? Мы хотим, чтобы таких семей больше становилось? Этого добиваемся, да? Конечно, конечно. Ежегодно органы опеки устраивают замещающие семьи порядка 150-160 несовершеннолетних, оставшихся без попечения по тем или иным причинам. Ежегодно эта цифра примерно стабильная, ну, немножко увеличивается. Семья, которая принимает ребенка в замещающую семью, конечно, получает меры социальной поддержки. Если ребенок статусный, как мы его называем, то есть имеются документы, подтверждающие отсутствие родительского попечения, то семье ежемесячно получает денежные средства на содержание ребенка. Если ребенок передается в замещающую семью на возмездном столбнове и с гражданами заключается договор, то такая семья становится приемной семьей и получает вознаграждение за ребенка порядка 5 тысяч. Есть такая форма возмездная, да? На сегодняшний день в области у нас действуют три формы передачи детей в замещающие семьи. Это усыновление, которое является приоритетной формой устройства, и опека и приемная семья. А усыновление это вот как раз вот в чистом виде и любовь, и забота, вот именно это как высшая форма, да, расценивается? На сегодняшний день, да, семейная законодательница говорит, что усыновление это приоритетная форма устройства. И если, скажем так, два гражданина будут претендовать на одного ребенка, то, конечно, приоритет будет он дан той семье, которая имеет намерение усыновить его ребенка и сделать своим. Ну это я себе даже представить не могу, насколько сложный процесс врастания в новую семью, чтобы все друг с другом подружились. Тут иногда бывает, ну и родные-то не всегда могут найти общий язык. Как это проходит? Для того, чтобы стать приемным родителем ребенку, конечно, гражданин должен осознать это. Для этого в первую очередь необходимо пройти школу подготовки приемных родителей. Есть такая, да? Конечно, где психологи помогут рассказать, что это такое, подготовить семью к адаптационному периоду, потому что не только ребенок будет в новых условиях, но и семья будет в новых условиях, когда появится новый человечек, новый крох. Это и возможности, с которыми семья может столкнуться трудностями, которые связаны с налаживанием детско-родительских отношений, чтобы каждый член семьи смог принять этого ребенка и осознать, что это ребенок. Это и подростковый период, с которым семья может столкнуться в дальнейшем с этим ребенком. Ну и какие-то юридические моменты органы опеки тоже освещают в этой школе подготовки. Да и детско-детские отношения, родные дети могут тоже и ревновать, и сердиться. Он там мои игрушки взял, мой планшет. Совершенно верно. Представляете, взрослому человеку, когда он меняет место работы, он уже испытывает дискомфорт. А здесь ребенок, которого мало того, что и скромной семьи, по каким-то причинам он ее лишился, а потом еще из учреждений, где все были ему родные и близкие, поместили в семью, где все его хоть и любят, но для ребенка это, конечно, тяжело. А в учреждении действительно все родные и близкие, ему там хорошо было, может, не отдавать другую семью дальше. Пусть ему там хорошо будет, живет, учится. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. И если по каким-то причинам он лишен кровной семьи, то государство дает ему возможность иметь замещающую семью, где его точно так же будут любить, целовать, прижимать, говорить, какой он единственный и незаменимый. У нас вот именно такие приемные семьи, да, вот именно на любви настроенные. Не ради денег и пособий на это идут в основном так, да? А по каким причинам чаще всего дети у нас, вот родных родителей лишаются? Скажем так, 25% — это дети круглые сироты, да, которые по каким-то причинам лишились своих родителей, они у них умерли. Остальные дети — это социальные сироты, как мы их называем, при живых родителях. Но родитель в силу ряда причин не может исполнять свои обязанности. Это либо лишение родителей родительских прав и ограничений. Возможно, есть дети, где родители находятся в местах лишения свободы. Есть дети, где родители проходят длительное лечение от инфекционного заболевания, ну, к примеру, туберкулез, да, и этот родитель эпидемиологически опасен для своего ребенка. Поэтому происходит разобщение, и ребенок уходит в замещающую семью. Зачастую это бабушки, дедушки, но если родитель после излечения осознал, что он родитель, да, и желает дальше воспитывать своего ребенка, то ребенок возвращается в кровную семью. Таких случаев достаточно? Не так много, но зачастую дети остаются в учреждениях. А бывает такое, что уже отдали в приемную семью, а тут исправились родные родители? И как это все развязать? Бывает такое. Мы не так давно. У нас была мамочка, да, которая в свое время была лишена в отношении девятерых детей. Прошло два года. Мать осознала свою ошибку, реабилитировалась. И подала документы суд на восстановление в родительских правах. С решением суда она восстановлена, и девять ребятишек возвратились в семью. Вот кино снимай. Столько сюжетов наверняка там и драматичных, и веселых. Жизнь проявляет себя в этом, да. Судя по всему, полномочий действительно много, да, у вашего органа опеки и попечительства. Конечно, органы опеки не только с несовершеннолетними. Это и недееспособные граждане, признанные судом недееспособными. Кроме того, орган опеки дает разрешение на совершение сделок с имуществом несовершеннолетнего. И неважно, относится этот ребенок к категории детей-сирот, либо это родительский ребенок. Все сделки с имуществом несовершеннолетнего проходят с разрешением органа опеки. Чтобы кто-то там не продал сиротский дом или еще что-то, да? Ну, да. Чтобы он воспользовался средствами своего счета. Ну, чтобы и родители тоже соблюдали права своих несовершеннолетних детей. И не уменьшали их имущество. Кроме того, орган опеки дает разрешение на раздельное проживание опекуна с подопеченным. Орган опеки выходит с исками в суд о признании граждан недееспособными. Если в силу своего заболевания гражданин не может контролировать свои действия и отвечать за свои поступки. Кроме этого, мы контролируем, как опекуны и попечители исполняют свои обязанности. Как государственные учреждения, где находятся подопечные, исполняют обязанности опекунов. Как это осуществляется? Приходите, беседуете с ребенком, с подпекаемым, с опекуном? На каждого ребенка составлен график посещения. Его неважно, где он находится в учреждении, либо в замещающей семье. И по графику специалисты выходят в семью, по месту жительства ребенка, если это учреждение. Проводят акты обследования, смотрят, не нарушены ли права ребенка, в том числе имущественные права ребенка. Как опекуном организован досуг ребенка. Приди летняя компания. Как опекуны заботятся о том, чтобы каникулы ребенка прошли достойно. И как в целом? Благополучно все по семьям? Есть вопросы, решаем их. Поэтому, в принципе, да. К такой семье, которая изъявила желание стать приемной семьей, замещающей, да? Наверное, тоже определенные проверки есть, требования, загодя, все надо изучить. Как у них там обстановка? Ну, конечно, когда гражданин обращается к нам, он обращается с пакетом документов. Органы опеки выходят по месту жительства, составляют акт обследования. Смотрят, есть ли условия для нахождения, для проживания ребенка в семье. Сможет ли семья принять этого ребенка, чтобы у ребенка было обязательно отдельное спальное место, да? Какое-то место, где у него могут лежать его личные вещи, игрушки. Чтобы семья имела денежные средства на содержание этого ребенка. Как-то сумма тут регламентируется? Нет, определенной суммы нет, но органы опеки смотрят, чтобы хотя бы прожиточный минимум в семье было. Ну, и, конечно, чтобы в школу ходил желательно на дополнительное образование какой-то, кружки и секции, да? Да, органы опеки обращают внимание, когда ребенок проживает уже в семье, как организованный вот досуг. У нас постоянно идет обмен с образовательными учреждениями. Если у нас есть информация какая-то по возможности организации досугов подростка, то в группах, созданных в мессенджере в отцах, мы размещаем эту информацию, приглашаем родителей для участия детей вот в этих мероприятиях. Полномочий и хлопот более чем предостаточно. Справляетесь ли? Коллектив ваш как работает? Коллектив работает слаженно на сегодняшний день. Мы, наверное, один из немногих субъектов Российской Федерации, где полномочия органов опеки не переданы на уровень муниципалитета. Все это находится в органе исполнительной власти. Это когда-то решили оставить все-таки на региональном уровне, на областном, это больше возможностей? С 2010 по 2020 год орган опеки был отдельным органом исполнительной власти. Это было управление по опеке и попечительству. В 2020 году в рамках десятилетия детства, подписанного президентом Российской Федерации, было принято решение о передаче полномочий органов опеки и учреждений для детей-сирот в единое ведомство. На территории нашего субъекта было принято решение о том, что мы будем присоединены к Департаменту социальной защиты населения. Поэтому, где уже находилось учреждение для детей-сирот, пришел орган опеки. В дальнейшем было присоединено еще два детских учреждения. И в этом году работа по переходу к единой модели ведомственной подчиненности будет закончена. А в других регионах, интересно, куда аналогичное ведомство передали, в какие сферы? Ну, если говорить в процентном соотношении, то 1% – это где органы опеки пока что являются органами исполнительной власти. Порядка 5% субъектов, где органы опеки находятся в сфере здравоохранения. Порядка 20% где органы опеки находятся в сфере образования. И большинство – это социальная защита. Ну, это логично. Все-таки, мне кажется, социалка – именно та сфера, где как раз жить и работать тем, кто занимается опекой и попечительством. Вот как раз упомянули о десятилетии детства. Оно идет еще? Да, десятилетия детства. На сегодняшний день программа продлена до 27-го года, поэтому что-то уже исполнено, что-то еще в стадии. Помимо такой повседневной, можно так сказать, текущей работы, наверняка есть какие-то мероприятия, которые устраиваете особенно? Ну, особенные мероприятия, которые мы устраиваем, да, это ближайшее будущее – это «Росток надежды», который в этом году будет проходить в 30-й раз. И второй год уже его организует Департамент социальной защиты населения. Фестиваль, я на многие о нем слышали, где воспитанники учреждений для детей-сирот показывают то, чему они научились, то, что они умеют вместе со своими наставниками. И, кроме того, в этом году, в конце года мы планируем провести форум приемных родителей. Первый раз мы его будем проводить, поэтому… Ответственно, немного чувствуете себя, да? Очень ответственно, очень интересный форум. На каком уровне будет? Региональный? Это будет областной форум приемных родителей. Первый раз мы его будем проводить. Будут мастер-классы интересные, необычные, где еще мы не были и не участвовали. Поэтому приглашаем приемных родителей на этот форум. Такой вопрос. На ростке надежды после всех концертов, выступлений увеличивается количество обращений с желанием стать приёмной семьёй? Ну, продолжать надо. 30-й раз это уже достойно, это мероприятие, значит, живое, востребованное. И обязательно у кого-нибудь когда-нибудь сердце-то ёкнет. Ну, в своё время Анатолий Фёдорович Тихомиров предложил эту идею. Идея была поддержана департаментом образования. Все эти годы они организовывали этот фестиваль, ну, два года подряд уже проводим мы его. Фестивали очень интересные, с удовольствием воспринимаются и несовершеннолетними, и воспитателями, и педагогическим составом. Тем более в этом году год наставничества и педагога, поэтому всё увязалось. Будет интересно. Да, кроме вот таких вот мероприятий в сфере искусства, может быть, культуры, на законодательном уровне здесь мы своими правилами, своими постановлениями как-то обогащаем сферу опеки и попечительства? Ну, конечно. В общество какие-то вводим? Конечно. С 20-го года действует закон области о наставничестве в отношении лиц с числа детей-сирот и детей, оставших без попечения родителей. Это граждане, достигшие возраста 18-23 лет, имеют право обратиться в Департамент социальной защиты населения для назначения им наставника, для решения каких-то бытовых вопросов, вопросов, связанных с оформлением документов, образованием и так далее. Такому гражданину назначается наставник, который помогает ему в его вопросах. Есть у нас, да, уже такие случаи, что обратился, получил и взаимодействует они? Да, это история возмездная. Ежемесячно наставник получает 3000 рублей за то, что он оказывает помощь подопечному. Кроме того, с 23-го года на территории области действует такая мера социальной поддержки в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые состоят в списке на получение жилья. Это предоставление жилищного сертификата. С этого года эта мера реализуется и имеет широкое распространение. А сертификаты они могут на квартиру обменять? Да, в дальнейшем они могут реализовать свое право на получение жилья путем этого сертификата. Ну, отлично. В целом к 15-летию подошли с неплохими результатами, мне кажется, работы. Остается смотреть в будущее. Как вы туда смотрите? Каким взглядом? С оптимизмом. Пусть оптимистичные все надежды оправдаются. Хороших вам результатов в благородном деле. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok